добрый день друзья в этом видео мы расскажем вам о новой системе сборки жесткого пола для наших лодок polar bird сейчас сентябрь температура плюс 6 градусов мы специально выбрали такую погоду чтобы показать вам насколько возможно собирать лодки в таких условиях все пользователи традиционных пайольных лодок знают как сложно их собрать и разобрать в холодную погоду у наших лодок таких проблем нет они легко собираются и разбираются в любую погоду 2016 году наша компания выпустила на рынок уникальные пайолы которые существенно упростили сборку и разборку пайол по сравнению с традиционными конструкциями эти пайолы легко собираются и разбираются на накачанной лодке без риска повредить руки при работе с ними но несмотря на все плюсы такой системы она имеет два существенных недостатка первое количество деталей лодки которые за своей условно треугольной формы на несколько штук больше чем в обычных лодках второе это масса поскольку в наших пайолах используется для соединения гораздо больше алюминиевых профилей и только благодаря использованию облегченного стеклокомпозита вместо фанеры массу наших пайол удалось приблизить к фанерным аналогам что не позволяло в полной мере использовать преимущество по массе облегченного стеклокомпозита перед фанерой поэтому чтобы избавиться от этих недостатков мы разработали испытали и готовы представить вашему вниманию новую систему сборки и конструкцию этих пайол и так начнем перед вами лодка с установленными пайолами новой конструкции как вы можете видеть они так же как и прежде выполнены из облегченного стеклокомпозита прочного влагостойкого не подверженного гниению легкого материала из аналогичного материала с теми же свойствами выпускаются наши банки и трансы носовой пайол остался без изменений теперь вместо пяти или семи сегментов осталось только три вне зависимости от длины и модели лодки кроме того вместо четырех стрингеров используется теперь только два таким образом мы существенно сократили количество деталей решив первую проблему теперь поговорим о массе во первых использование двух стрингеров вместо четырех сократила массу от двух до четырех килограмм зависимости от модели лодки во вторых отсутствие бокового профиля на пайолах и сокращение количества соединительных профилей позволило снизить массу комплекта пайол еще на несколько килограмм например для лодки модели 360 м масса пола составляет 16 килограмм против 21 килограмма в пайолах предыдущей системы разница составляет 5 килограмм а с учетом стрингеров все семь таким образом мы добились решения второй проблемы избыточной массы а теперь самое главное несмотря на то что пол новой конструкции сильно похож на традиционные полы он также легко собирается и разбирается на накаченные лодки без риска повреждения рук а сейчас я продемонстрирую как это делается начнем с разборки лодки мы считаем эту операцию наиболее важной для пользователя потому что после воды мы часто возвращаемся усталые лодку еще предстоит мыть а так не хочется возиться с этим сначала действуем как обычно в наших лодках спускаем воздух из пельсона и снимаем фиксаторы крепления кормовой пайолы для упрощения всего процесса лодку желательно немного приспустить далее сдвигаем стрингеры вперед чтобы высвободить кормовой пайол перед тем как мы это сделаем обратите внимание что в новой системе стрингер надежно фиксирует все сегменты пола кроме носового надежно собирая их в единый настил теперь посмотрим на сами стрингеры они имеют по два отверстия предназначены как раз для того чтобы стрингер можно было удобно сдвигать вдоль пайол и для этого в комплекте пайол находится специальный инструмент похожий на рыболовный богорик только с тупым концом этим богориком мы сдвигаем стрингеры в сторону носа зацепив его за отверстия стрингеров высвобождая кормовой пайол теперь просто вынимаем его из кокпита лодки а дальше все еще проще поочередно вынимаем все оставшиеся сегменты пола сдвигая их корме вот и все жесткий пол разобран устанавливаем пол в лодку в следующем порядке для упрощения установки лодка должна быть накачана до принятия формы баллонов примерно 0,1 бар ставим носовой пайол далее устанавливаем второй сегмент пола соединяя его с профилем на носовом сегменте устанавливаем стрингеры продвигая их вперед чуть дальше середины 2 пайола стрингеры вставляем 3 сегмент это же продвигаем его вперед по стрингеру. Стрингеры и третий сегмент должны оказаться вровень друг с другом. Устанавливаем кормовой пайол, который поджимает всю конструкцию. Теперь с помощью нашего богорика остается только сдвинуть стрингер, связав таким образом все сегменты воедино и установить фиксаторы кормового пайола. Вот и все, жесткий пол установлен. Осталось докачать баллоны, накачать кельсон, установить банки и лодка готова. В общем, новая конструкция сохранила свои преимущества легкой сборки. Стало проще, уменьшилось количество элементов пайол, а сами пайолы стали значительно легче. Лодки с такими полами поступят в продажу в ближайшее время. Также будут доступны полы старой конструкции, поэтому каждый пользователь сможет сам выбрать, каким полом укомплектовать свою лодку. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новости. Пока! Рыбачьте с комфортом!